Здравствуйте! С вами передача «Азбука здоровья» и я ее ведущая Оксана Митинева. В этом выпуске мы поговорим о необходимости прохождения младенцами неонатального скрининга. Что же это такое? Неонатальный скрининг – это массовое обследование всех новорожденных, которое проводится с целью раннего выявления до развития клинических симптомов и лечения наследственных врожденных заболеваний. Проводится данное исследование по согласию родителей и совершенно бесплатно. В семье Соколовых радостный и волнительный день. Маму с младенцем выписывают из роддома. Их пришли встречать папа и братишка. Все счастливы, ведь маленький Максимка, так назвали малыша, совершенно здоров. Это определили с помощью различных исследований, которые проводят в первые дни жизни новорожденных. После рождения ребенка, пожалуй, первое, что волнует мам и пап – здоров ли их ребенок. Все ли правильно у него развивается, нет ли каких отклонений. Эти и многие другие вопросы женщина задает как доктору в женской консультации, так и находясь в роддоме. Во время беременности будущая мама проходит множество исследований на выявление различных проблем как у самой пациентки, так и патологий у плода. После рождения малыша обследования не заканчиваются. Одно из них – неонатальный скрининг. Неонатальный скрининг – это массовое обследование всех новорожденных. Оно, как бы, проводится сейчас во всех роддомах. И с 1 января 2023 года введен расширенный неонатальный скрининг. Если мы до этого исследовали кровь новорожденных только на 5 врожденных и наследственных заболеваний, то сейчас с 1 января – это 36 врожденных и наследственных заболеваний. Одно из главных условий – обследование новорожденного проводится только при наличии письменного согласия родителя или законного представителя ребенка. У доношенных младенцев, которые родились в 37 недель и до 42 недели, кровь берется на вторые сутки жизни. У тех малышей, которые родились до 37 недель, кровь исследуется на седьмые сутки. Стоит иметь в виду, что при отказе от обследования ребенка диагноз наследственного или врожденного заболевания будет поставлен несвоевременно. И лечение будет начато в более поздние сроки, что приведет к негативным последствиям для его здоровья. Кровь берется из пяточки на голодный желудок, то есть ребенок не должен кушать 2-3 часа, на специальные фильтровальные бланки. Если до 1 января мы брали всего на 5 кружочков, 5 капелек крови, то сейчас мы берем 8 капелек, это на 2 фильтровальных бланка. Один бланк мы отправляем в Вологду в генетическую консультацию и один бланк у нас направляется в город Санкт-Петербург. И там проводят исследования. В основном исследования занимают 5 дней. И в конце этого уже, если результат хороший у ребенка, ничего не выявлено, то ни маме, ни на участок никаких результатов не приходит. Если что-то выявляют, то мы ищем ребенка по тому номеру телефона или адресу, и ребенку проводится уже повторное, более углубленное исследование. По словам Людмилы Бровиной, выявление врожденных или наследственных заболеваний у младенцев, родившихся в родильном отделении Великоустюгского ЦРБ, случается крайне редко. Как правило, это 1-2 случая на несколько тысяч обследуемых. К примеру, у 34 новорожденных, родившихся за январь и первую неделю февраля 2023 года, ни одного тяжелого заболевания не выявлено. Кроме неонатального скрининга проводятся и другие обследования. В роддоме ребенку мы проводим аудиологический скрининг, проверяем слух новорожденных. Проводится исследование артериального давления. Так, из того, что мы делаем новорожденным, это в первые сутки прививка против гепатита В. Обычно на третье-четвертые сутки проводится прививка против туберкулеза. И в первые сутки мы проводим еще инъекцию витамина К, это Викосол, для предотвращения геморрагической болезни новорожденного. По словам медиков от неонатального скрининга, мамы не отказываются, понимая всю важность и необходимость данного исследования. Конечно же необходимо, это же позволяет на ранних стадиях выявить какие-то патологии у ребенка. Это же очень хорошо, когда начнешь заранее лечение, чтобы титки были здоровы. Конечно же, это очень хорошо. Если же неонатальный скрининг все же показал положительные результаты, это не всегда означает наличие болезни. При подозрении на какое-либо заболевание маму с малышом вызовут на дальнейшее обследование. Дополнительную уточняющую диагностику для подтверждения или исключения наследственного и врожденного заболевания. Наследственное заболевание – это история на всю жизнь. Но именно благодаря массовому обследованию всех новорожденных и расширению программы неонатального скрининга до 36 заболеваний есть возможность на самой ранней стадии выявить тяжелую патологию и начать своевременное эффективное лечение. Это возможность предотвратить тяжелые последствия и спасти жизни детей. Берегите своих малышей и будьте здоровы! Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области.